Сложнее, но тем не менее мы справимся, разобраться с функцией f. Как выражается значение функции f через предыдущую? Не лечить функцию f, это тоже вариант. Если вы сможете свести задачу уже решенной, то это любимое занятие. Очень здорово, когда вы вместо того, чтобы решать задачу, скажете, что а на самом деле это только что решенная задача, и поэтому не надо считать самую функцию f, можно ее выразить через уже известно на функцию g. f от 4 это сколько? f от 4 это 2. Это просто неверно. Если считать функцию g, получается кубическую ладу. Да, конечно. Это я сегодня расскажу на четвертом кружке. Тут у нас Коля, он же восьмиклассник, он говорит, что на самом деле про функцию p, про функцию f, про функцию g можно рассказать некоторые вещи, связанные с уравнением третьей степени. Ребята, дело в том, что если вы хотите посчитать число передано с большим номером, то, как я здесь рассказываю, надо вычислять, вычислять, вычислять каждый раз следующее число. Оказывается, есть способы быстрого счета. Оказывается, есть такая формула. p от n это что-то вроде, не хочу объяснять в каком смысле, что-то вроде, у меня это число даже выписано, потому что с нашим пластиком я все это так раз расскажу. Это что-то вроде 1 целое, 3, 2, 4, 7, 1, 8 и так далее, в степени n. Вот это число, это корень такого уравнения. x в кубе равняется x плюс 1. Оказывается, что у этого уравнения есть единственный корень, вот он записывается вот таким образом, и при очень больших n оказывается, что число передано это примерно столько. Но, ребята, это меня кольо доставило сказать, но я знаю, что это понимать, и вообще разговор сейчас не о том, а о нашем уровне, мы их задачу можем решить полностью. То, что он там знает какие-то уравнения третьей степени, его проблемы. Большие садите, это тоже узнаете. Вот, сейчас конкретная комбинаторика. Мне нужно объясниться, что такое f от 4. Или взяли, если мы это взяли, то какие дальше варианты? Мы берем или этот, или f. Отлично. Давайте оба варианта нарисуем. Здесь уже все закончилось, кстати, здесь тоже уже все закончилось. Все, те самые два варианта. Так, а если этот не взяли, тогда что? И последний. Слушайте, только два варианта. Либо это взяли, либо это. Согласны? Да. Отлично. Задача простая. Либо взяли вот этот, либо взяли вот этот. Отлично. Здесь для четверки пишем 3, для пятерки пишем 4. f от n это f от n минус 2 плюс 1. Что, что? f от n это f от n минус 2 плюс 1. Почему? 2 плюс 1 от 3, 3 плюс 1 4. Ага. Более выдвигает такой неподисок. 4 это 3 плюс 1, а 3 это 2 плюс 1. Вот, к сожалению, это совсем неправильно. То есть, понимаете, на маленьких объемах информации у вас могут подходить многие формулы. Ну вот, уверяю, у вас дальше не подойдет. Нам нужно какое-то абстрактное рассуждение, какое-то понятное. Потому что так мы промучаемся для конкретных чисел выписывать, пересовывать. Это совершенно неинтересно, ребята. Концы взятые и... Что? Соседич, бывает, когда концы взятые, бывает, когда концы не взятые. Да. Если концы взятые, то это просто g опять. Если концы не взятые, то это g от n минус 2. О! Слышите, что он говорит? Да. Бывает, что конец взяли... Оба конца, если взяли, или оба конца не взяли. Да. А если один взяли, а один не взяли, тогда проблема? А тогда мы спускаемся вниз. А что такое спускаемся вниз, не понимаю. Оба конца сразу рассматривать. На самом деле, не так уж мне хочется. Давайте мы сначала посмотрим на такую штуку. Самая левая точка либо взятая, либо невзятая. Согласны? Все. Рисую шесть точек и пытаюсь рассуждать. Смотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот они, мои шесть точек. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Есть реально два случая. Крайняя точка взята, либо невзята. Так, вот она, взятая эта точка. Вот она, невзята. Ну, господа, если она взята, то реально с ней взятая. Понимаете ли вы, что в таком случае, на самом деле, вот эта точка тоже невзятая? Да. Да. Так. А вот эта? Взята. Взята. А вот эта точка обязательно взята. Слушайте, получается, что картинка-то такая, либо она начинается с ситуации взята-невзята, либо она начинается с ситуации невзята-взято. Еще одна невзята. Ну, вообще, вы, конечно, правы. Действительно, эту точку тоже брать нельзя. Вы действительно правы. Вы действительно правы. Так, а теперь думаем, сколько вариантов вот таких? Это называется у нас F от четырех. Чему это равно? Тут написано трех. Но мне это не так интересно. Мне важно, что здесь на самом деле у нас остались четыре точки, и я должен из них взять максимальное независимое семейство. Согласны? Да. Так, сейчас я это, разумеется, нарисую обратно, но надеюсь, что сейчас пока понятно. Здесь четыре точки, и из них надо взять максимальное независимое семейство. Отлично. Скажите, пожалуйста, а на этих трех точках что нужно взять? F от трех. Тоже максимальное независимое семейство, господа? Да. Здесь варианты. F от трех. Так, сейчас смотрите, что нужно сделать. F от трех – это три. F от четырех – это тоже сколько? Три. Тоже три. Будьте добры, нарисовать отрезок, на котором шесть точек, шесть раз. Первые три картинки должны быть такими, что начинается с взятой точки, потом идет невзятая. Так, невзятая я не так специально отмечать не буду. Так, раз, смотри. Да, отлично. Итак, вот это первые три картинки – это то, что вот эти три взятых. Следующие картинки – то, что наоборот вторая точка взятых. Будьте добры, все крайне быстро это нарисовать. Сделаем? Итак, просто рисуем отрезки одинаковые длины, на каком-то расстоянии друг под руком, чтобы они не мешались. И рисуем такие штуки. Теперь, для F4 у меня все картинки нарисованы. Я сейчас вот эти три картинки перерисовываю сюда в качестве верхних. Единственное, надо не перепутать. Думаю, что я странный. Вот так вот. Дальше бывает вот так. И третья картинка – это последняя взята. И вот эта вот взята. Замечательно. Следующий должен вспомнить, что у меня там было для тройки. Эй, под трех. Здесь должна быть дворец, правда? Да. Слушайте, что ж я делаю, да? Что ж я делаю? Я же нет. Значит, я просто рисал еще линию. Нужно пять линий. Простите, пожалуйста. Это, конечно, неправильно было. Так, вот они все картинки. Проверяйте, что здесь все хорошо.